Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту в этом году отмечает 95 лет со дня основания. Журналисты телекомпании «Сулин» побывали в одном из отделений организации. 23 января текущего года исполнилось 95 лет с момента основания Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. На базе Красносулинского ДОСААФ состоялось мероприятие, посвященное открытию месячника оборонно-массовой работы. 95 лет назад при поддержке государства на народном энтузиазме, на народные деньги создано оборонное общество. Оно во все времена играло важную роль в укреплении обороноспособности государства, мощи армии, авиации и флота, подготовке молодежи в военной службе и всего населения. Поздравить юных курсантов, а также специалистов учреждения пришли почетные гости – атаман Красносулинского казачьего юрта и председатель молодежного парламента. Поздравляю вас с открытием месячника массовой оборонной работы. Желаю вам успехов, побед, ну и всего самого лучшего. Самое главное – победы. Я вас всех поздравляю. У вас сегодня ответственный день. Несите достойно звание курсанта. Представляйте все интересы Красносулинского ДОСААФа. На базе ДОСААФ России создана качественно новая система допризывной подготовки молодежи, включающая военно-патриотическое воспитание, обучение по военно-учетным специальностям и массовым техническим профессиям. Дмитрий Соболев, Богдан Дмитриев, Андрей Хадюшин. Специально для программы «Время местное». Не хуже, чем у соседей. В подъезде сальской многоэтажки теперь будет светло и уютно. Там завершается косметический ремонт за счет средств, которые жильцы собирают по программе «Ремонт и содержание общего имущества дома». Все ближе и ближе к финишу. До ремонта здесь было серо и неуютно. Потолки в потеках, стены грязно-зеленого цвета, а дома всего лишь 19. Сдавался как строй вариант. В подъездах все было выкрашено. Пообдирали все панели, пока стройматериалы заносили в квартиру. Ну и потом, значит, мы попросили управляющую, ой, ЖЭУ тогда было, попросили их сделать косметический ремонт. Они сказали, дом новый, только через 7 лет. Управляющие компании менялись. За косметику подъездов взялись лишь 21-м. Но сначала заменили окна. После домком снял с себя полномочия. Чтобы третий подъезд не остался с ободранными стенами, жильцы проявили инициативу. Ну давайте писать. Мы написали, но они, правда, оперативно отозвались. За две с половиной недели два строителя выполнили основной фронт работ. Их нанимают не первый год. Коммунальщиков не подводят. Частичная шпаклевка, штукатурка стен участками, покраска и побелка панели. Также будет покраска перил лестничных, ну и сапожков. Очень хорошо работают ребята. Быстро, качественно. А главное, у жильцов нет претензий. Хотя разногласия были. Не всем нравилось, что стены покрывают фасадной водоэмульсионкой, а не масляной краской. Вверх мы прошли, просмотрели, все хорошо. Ну если у нас люди возмущаются, что не краской покрашено, а это панели. Вот. Но мы им объяснили, вроде и ничего. Каждый год делаться не будет, а всем хочется жить, ну в комфорте, и чтобы подъезды были светлые, чистые. В планах управляющей компании отремонтировать цоколь дома. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Покормите птиц. Как новошахтинские школьники и их родители поддержали всероссийскую акцию, материали телекомпании «Несвятай». Белый снег ровным слоем укрыл землю и оставил птиц без пропитания. И если вороны своими длинными клювами пытаются что-то достать из-под снега, то мелким птичкам приходится тяжело. На помощь приходят школьники Новошахтинска. Они поддержали всероссийскую акцию «Покормите птиц» и смастерили кормушки. Развесить кормушки в парке «Город детства» взялся Совет отцов. В его состав входят папы учеников, взявшие шепстонат подростками, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Папы, решившие поделиться отцовским теплом, а где-то и суровым взглядом, с ребятами из неполных семей. Не хватает института семьи, как раньше было. Посмотрите, сколько одиноких, разведенных семей, неполных семей. Вот от этого все и начинается. Сегодня Влад и Игорь, мальчишки с, так сказать, трудными характерами, сделали доброе дело. Казалось бы, просто насыпали в кормушки корм. Это один маленький кирпичик в их большом фундаменте, из которого будет складываться их жизненный путь, их умение в дальнейшем построить себя как личность. А еще, благодаря школьникам, птицы, оставшиеся зимовать в городе, возвестят своим громким щебетанием о наступлении весны. Телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Мир камней. В Песченокопском краеведческом музее старая экспозиция обрела новую жизнь. Чем она интересна? Узнаете из репортажа наших коллег. Коллекция фрагментов безузорной керамики, цветных камней и минералов, подаренная историко-краеведческому музею уроженцем Песченокопского района Александром Ивановичем Авдеенко, представлена в обновленном виде. Ветеран Великой Отечественной войны, воевав, он посвятил себя в еловой разведке. И жил он очень далеко от наших мест, город Комсомольск-на-Амуре. И за всю свою жизнь, пока он путешествовал, работал, он собирал вот эти минералы. Мы считаем, что вот та экспозиция, которая была с 80-го года, ну, она уже себя и морально устарела, и эстетически не выдерживает никаких сравнений. Ну, и вот теперь мы постарались, чтобы вот эти минералы заиграли всех, всеми гранями. В коллекцию входят минералы со всей страны. В послевоенные годы Александр Иванович посвятил себя геолога разведке. Более 70 экземпляров находятся в музее, а в экспозиции «Мир камней» представлены 40 из них. Родонит, агат, гранат, кварц и еще множество полудрагоценных камней посетители музея смогут рассмотреть более детально. На одном из экземпляров флюорита осталась надпись, сделанная карандашом самим Авдеенко. Эта коллекция всегда пользуется, ну, вот, большим интересом, спросом, особенно детвора, школьники, вот для них это, ну, вообще камень. Они потом начинают собирать после посещения, вот, и просмотра коллекции, начинают собирать какие-то там угодно булыжники, камешки, где там что блеснуло, и все тащат в музей, вот, ну, вот я нашел. И мы поняли, что эта коллекция должна приобрести новую жизнь, и вот первый такой шажок в новом году. Экспозиция «Мир камней» в скором времени также будет выставлена и в группах музеев в социальных сетях, чтобы как можно больше людей смогли с ней познакомиться. Михаил Игнатенко, Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». Под зорким оком преподавателей. Сальская детская художественная школа ушла на дистант, но расслабляться никто даже не собирался. Смотрите в сюжете Галины Соколовой и Артема Мирошникова. Преподаватель Евгения Дежевая демонстрирует работы выпускного класса по рисунку, живописи и композиции до коронавирусных ограничений. За три недели дети выполнили задания гораздо сложнее, чем по учебной программе. Планку Дежевая держат высоко, отстающих нет, надежды оправданы. Девочки стараются, программу выполняют. Достаточно уверенное рисование, стабильное. Я думаю, что попутный ветер в паруса. Над дипломами девчонки карпят дома, чем собираются удивить экзаменационную комиссию. Тайна учитель не раскрыла, показала дипломные эскизы по скульптуре, прекрасно выполненные в пластилине. К экзамену сказочных персонажей сделают из глины и папьямаше. У учеников Владимира Назаренко по программе художественная техника гравюры на картоне. Эскизы готовы, перенесены на плотную бумагу. Осталось листы покрыть краской и сделать оттиск. Для детей это любимый этап работы. Сегодня преподаватель нашей съемочной группе показал технологию выполнения. Равномерно прокатал образец картонного листа малярным валиком. Накрыл его бумагой и пропустил через печатный станок. И вот оно у нас получились вот такие вот картиночки. Вот эти вот нюансы, которые здесь есть, видно, да, что это печать, живая печать. Педагог Ирина Назаренко готовит очередное учебное пособие. Эскиз панно, который старшие ученики будут выполнять в технике лоскутного шитья. Помимо живописи Ирина Викторовна учит декоративно-прикладному творчеству. Дети работают с разными материалами. Могут и гобелены ткать, но на это уйдет год, а на имитацию одна четверть. Мы можем эту работу перевести и сделать в ткани. Этот же сюжет сделать, допустим, живописью. Этот же сюжет мы можем сделать в аппликации. Умеет Ирина Назаренко вдохновить по телефону, через мессенджеры. Первоклашкам дает подсказки. Они учатся смешивать краски, и у них это здорово получается. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Ой, то не вечер. Люба, братцы, Люба. В казачьей песне целая жизнь. Главное, чтобы душа пела. Алексей Масленников встретился с истинным любителем донской песни. Конь боевой с походным юком, у церкви ржет, кого это ждет. Казачья песня глубока. В ней отражается дух времени, тяготы расставания с любимым человеком и, конечно же, радость от побед. Виктор Иванович Морозов вырос в казачьей семье, всю жизнь проработал на шахте в лаве. И, как говорится, с песней по жизни, с самого детства полюбил казачьи напевы. Традиции казачьи сохранялись все время. Все любили казачьи песни. Отец у меня обычно запевал, в компаниях сидит, и потом компания подхватывала, пели. Я заслушивался эти песни. Как говорится, пацаном был, залазил под стол, сидел, слушал, как они поют. Полноценно познать и прочувствовать песню можно только лично, приняв участие в совместном ее исполнении. Виктор Иванович поначалу любил, но стеснялся петь. Но потом стал запевалой, начал исполнять акапельные песни и заниматься в вокальном коллективе «Серебряная нить», с которым выступает и сегодня на поселковых и городских мероприятиях. Говорит, что петь в коллективе – это большая ответственность. Когда поешь один, то совсем другое. А когда в коллективе, ты должен слушать кругом себя, вокруг себя, где-то подлаживаться, где-то чего-то. Смотришь немножко, сам уходишь. Значит, надо, ага, там не так, ну подлаживаюсь. Или там, ну, в общем, надо слушать обязательно, кто рядом с тобой поет. Без этого никак нельзя. Ой, то не вечер, Люба, братцы, Люба, не для меня придет весна. Это, пожалуй, самые известные казачьи песни, в которых ты проживаешь жизнь. Этим они и славятся. Понимаете, она нравится тем, что, ну, как высказаться. Вот песню слушаешь, слушаешь ее, ты проживаешь жизнь. Ну, это у нас традиция казачья песня. Это душевная, это, ну, как от нее уже никуда не денешься. Алексей Масленников специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся во вторник на этом же месте в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова